В предыдущей серии Всем привет, меня зовут Артём, это Ежа Обзор Мачо Кто вообще мог предсказать такой состав? Вы выбрали болеть за локомотив, таков путь Глушенков в оборону возвращается, дай бог, через раз На этих планах нет ни Дмитрия Баринова, который бросил позицию и побежал в атаку Ни Глушенкова, который, как я уже говорил, в целом не стремился отрабатывать в обороне Из игроков запаса на матч с Рубином можно было бы собрать еще одну полноценную команду И не факт, что она была бы так уж слабее тех, кто вышел в старте Очень интересно, какое решение примет Галактионов Всем привет, сегодня уже среда, ну по крайней мере для меня среда, когда вы этот ролик увидите, я честно говоря не знаю, но матч с Уралом остался позади Прошлый выпуск мы закончили на том, что у Галактионова на игру с Уралом было примерно два пути, как поступить На одной чаше весов было максимальное задействование тех же самых футболистов, что и с Рубином Все-таки они с большей вероятностью должны были бы принести нам очки Ну а еще всем нашим футболистам отчаянно нужна игровая практика для восстановления своего игрового тонуса На другой чаше весов были запасные в игре с Рубином Которые тоже очень сильно хотели бы поиграть в футбол Игровая практика им нужна не меньше, а то и побольше Ну а кроме того, не то чтобы мы хорошо с Рубином сыграли, чтобы не делать вообще никаких замен Большое количество игроков в составе это не всегда благо И так уж получилось, что у нас в заявку из 23 человек не влезают даже молодые игроки вроде Миша Щетинина Наверняка они пригодятся чуть позже, когда будут травмы и дисквалификации Но прямо сейчас в обойме у Галактионова примерно 25 равноценных игроков И в двух подряд идущих матчах некоторым из них не нашлось места даже для выхода на замену Сильянов и Сарвелли наверняка сейчас задумались, правильно ли вообще они приняли решение о переходе в локомотив Галактионов решил, что на кубок нам нужна максимальная ротация Это довольно рисковое решение, которое работает только в том случае, если мы набираем очки Зато если уж набираем, а тем более побеждаем, то плюсов получается очень много Из тех, кто вышел в старте на Рубин, в игре с Уралом с первых минут появились Лантратов, Карпукас и Баринов Совсем никаких удивлений у меня не было по Баринову Я уверен, что он отыграет максимально возможное количество матчей без замен Это ключевой и стержневой игрок Галактионова Чуть больше я удивился Карпукасу, которому, кажется, начало сезона дается тяжелее других, причем уже не в первый раз Ну и совсем уж я не ожидал Лантратова, учитывая, что у нас в запасе есть Гильерми и Худяков Худякова, кстати, в заявке на матч с Уралом не было вообще, и как тут не вспомнить слухи о том, что Даня интересуется Динамо Но в любом случае, обычно все-таки на кубок играют вторые вратари Кроме нас, основного вратаря в кубковой игре во вторник использовали только Урал и Ахмат А Динамо вообще играла с третьим и проиграла Подозреваю, что и в других кубковых матчах у большинства команд стоять будут все-таки вторые вратари И это как будто бы негласная футбольная традиция Второму вратарю достается так мало игровой практики, что он играет на первых стадиях кубка Тот же Галактионов, кстати, выпускал Худякова в нижней сетке против Акрона, когда нам проигрывать было уже нельзя А тут первый тур группового этапа, в котором можно ошибаться в волю, главное не стать последней командой в группе Хотя, может быть, конечно, Лантратову тоже нужно войти в игровой тонус, вратари как бы тоже люди В общем, для меня его появление стало сюрпризом, но в итоге роль Лантратову в этом матче досталась очень и очень важная Позицию левого защитника занял Митой, чувствуется, что этот парень нравится Галактионову и он старается задействовать его по максимуму Минутка бесполезной статистики За стартовые два матча Митой сыграл больше минут, чем Максим Глушенков и всего на несколько минут меньше, чем Миранчук или, например, Артем Дзюба Справа вышел Самошников, проведший очень яркую игру Для него это очень важно, потому что сейчас он стал на шаг ближе к основе Благодаря какому-то инциденту с Сильяновым, из-за которого он не вышел в матче с Рубином, а теперь не попал даже в запас на Урал Уж не дисциплинарный ли это урок от Галактионова? Сильянов смотрел матч вместе с игроками молодежки и, возможно, рассказывал, как важно не забывать щитки в раздевалке Или что там у него случилось, из-за чего он не вышел на замену в субботу Самое главное и то, что все обсуждают и, видимо, будут обсуждать еще долго, это пара центральных защитников у нас в обороне Тут, мне кажется, у Галактионова была главная-головная боль Довериться Фасону и Морозову, которые провели далекий от идеала матч с Рубином Разбить эту пару и добавить, например, в пару к Фасону Погосного, как изначально и планировалось, пока Егор не заболел Либо заменить обоих нафиг и сыграть парой высокорослых игроков Погоснов-Кузьмичев Во всех этих вариантах был смысл и ни один не выглядел явно более привлекательным, чем другой В итоге решили полностью сменить оборонцев И сказать, что получилось гораздо лучше, я, увы, не могу Индивидуальная игра оборонительных наших футболистов все так же оставляет желать сильно лучшего Причем это касается как действий непосредственно с мячом, так и позиционной игры Например, первые 20 минут, в которые Урал нас очень сильно прижал и забил ранний гол На самом деле это очень большое следствие неумения Кузьмичева и Погоснова нормально начинать атаки и не бояться прессинга Приходилось им либо подсовывать мяч ближайшим партнерам, которых моментально накрывали, либо безадресно бить вперед Дзюйбы в первый час игры не было, а Исидор за такие мячи особо не цеплялся Поэтому Урал очень легко накатывал одну волну атаки за другой Пока поняли, что вообще с мячом делать, пропустили И вновь не какая-то одна ошибка, а череда, где каждый раз Локомотив опаздывал на полтакта, а рикошет сыграл не за нас Если б Погоснов успел чуть раньше, он бы просто выбил мяч Если б чуть позже, этот мяч никогда бы так идеально не закрутился с помощью рикошета, чтобы Аюпова просто оставалось подставить ногу Увы, снова ранний гол, привыкаем Не такой страшный, но обидный, потому что опять вроде играли правильно, а каждый раз не хватало чуть-чуть Куда страшнее было общее давление от Урала, и то, что не забей они в этой атаке Были другие, не менее опасные, где это чуть-чуть уже играло за нас Этот стартовый провал, что в матче с Рубином, что с Уралом, имеет одну и ту же причину Это низкий игровой тонус команды Как только мы стали играть чуть побыстрее и чуть поувереннее, а Урал наоборот уже не успевал делать то, что делал в первые 20 минут Мы не просто захватили преимущество, мы натурально не давали Уралу выйти из своей штрафной Они только замахивали сделать передачу, а мы уже отбирали мяч и начинали новую волну атаки Собственно, первый гол, который мы забили, случился вовсе не из ничего Он стал итогом уже третьей по счету очень опасной атаки за короткий период Предыдущая перед голом выглядела даже более опасной Миранчук идеально выкатил на Исидоры, но тот довольно бесхитростно пробил в Помузуне Хотя можно было, например, исполнить черпачок, было и время, и пространство Но мы знаем, что, как ни странно, выходы 1 на 1 это не самое сильное качество Исидора А вот откликнуться на поперечную передачу, где-то на уровне шеи И заставить свою пользу сыграть рикошет, это другое дело Тут, во-первых, отмечаем пас Самошникова, а во-вторых, умную и красивую игру Миранчука Ему в последнее время достается много критики, но, как по мне, играет он на старте чемпионата очень даже неплохо Может быть, чуть-чуть заигрывается и не всегда надежен в передачах, но польза от него совершенно точно есть И из общей команды он никак не выбивается А также у него, судя по всему, налаживается неплохое взаимоотношение с Самошниковым У Исидора с Тикнезианом, а у Миранчука с Самошниковым Новые связи появляются, это хорошо Да, давайте расскажу, что вместе с Миранчуком в атаку вышли Рыбчинский, Раков и, собственно, Исидор, который заменил Дзюбу на острие атаки Рыбчинский чаще играл слева, Раков чаще играл справа и был не слишком заметен Он все время старался играть понадежнее, о чем сам же потом и посетовал в послематчевом комментарии Мол, больше надо было брать на себя Рыбчинский брать на себя не боялся и снова, кстати, очень неплохо себя проявил Правда, эффективности, ну, как мне, опять не хватило Судьба и у Рыбчинского, и у Ракова была в итоге одинаковой В перерыве обоих заменили Действие разумное Освежить фланги, когда вскрываешь плотные команды по типу Урала, это никогда не лишнее Тем более, когда в запасе у тебя сидят такие ультимативные фигуры, как Текнизян и Пеняев Пеняев вышел, кстати, на этот раз на правый фланг И не сказать, что как-то сильно поучаствовал в атакующих действиях Мы продолжаем находиться в поисках полезного правого полузащитника За то, в чем Пеняеву точно было не отказать, так это в игре в обороне Если смотрели ролик с Рубином, я там сетовал на то, что Глушенков почти не помогал ни на хво Тут Самошникову жаловаться абсолютно не на что Пеняев не гнушался черновой работой и постоянно возвращался назад Может быть, поэтому и Самошников выглядел так хорошо, потому что помощь у него всегда была Кстати, и второй момент, на который я обращал внимание в игре с Рубином Это отсутствие помощи от опорников Он тоже пропал Баринов провел прекраснейший матч и сумел избавиться от обеих своих проблем Во-первых, уже не было тех самых громадных разрывов, благодаря чему он успевал страховать Кузьмичева и Погосного, когда те индивидуально ошибались А во-вторых, он стал топ-2 по количеству сделанных передач, вернувшись на свои привычные цифры Топ-1, кстати, снова у Мита Этому 19-летнему парню команда абсолютно доверяет Бара своим отбором начал и вторую голевую атаку команды Пускай главные заслуги все-таки у Исидора и Текнезиана Но игра всегда вознаграждает, если ты выкладываешься на 100% и делаешь все как надо Доработал по флангу, сыграл головой, а дальше уже Вилсон подкараулил неаккуратный прием Бивеева Но ладно, он просто мяч перехватил, у нас это, в общем-то, было регулярно и навалом Но, во-первых, смотрите на рывок Текнезиана, как он грамотно запутал защитника и при этом гарантировал себе непопадание в офсайт А, во-вторых, ну какой же изумительный пас Мяч просто завис в воздухе в той точке, в которой встретился с ногой Текнезиана И при этом был недосягаем ни для защитника Мамина, ни для вратаря Помузуна И это при том, что, вообще говоря, Исидор не был заметен в этой игре У него не очень много единоборства и совсем мало передач Но как же он эффективен! И как же он радуется жизни! На всем бы этому у него поучиться Поведя в счете, Локомотив решил для себя главную проблему Это создание пространства для того, чтобы быстрые футболисты могли убегать в свои быстрые атаки Этих атак было на самом деле много Но, увы, забить третий гол, который бы снял все вопросы, у нас никак не получалось И это тоже вопрос к игровому тонусу Где-то не вложили мяч в ногу, где-то затянулись передачи или не получился дриблинг Само по себе наличие таких атак это уже хороший момент Ну а не забив сами, разумеется, получили стопроцентный момент у своих ворот Как же без этого? И тут, ну, не могу не отметить, как слабо мы расположились внутри своей штрафной Если бы Погоснов хотя бы раз покрутил головой, он бы не охранял кукурузу А увидел Егорычева и понял, что единственное опасное, что может сделать щетины Это пас на линию вратарской К счастью, пронесло Я не могу сказать, что Локомотив в этом матче играл принципиально лучше, чем в игре с Рубином Однако стоит заметить две вещи Во-первых, Урал это одна из самых сложных и организованных команд в чемпионате И она будет представлять проблемы абсолютно для всех, не только для нас На выходных, на прошлых они обыграли ЦСКА А во-вторых, мы-то играли вторым составом и эту самую победу одержали То есть вроде бы мы, конечно, остались в той же точке по качеству игры Но при этом и соперник, на мой взгляд, был сильнее и обученнее А мы, к тому же, умудрились сохранить свежесть своим основным футболистам Если, конечно, у нас таковые вообще есть Но в любом случае распределение нагрузки положительно скажется в дальнейшем Лишь у небольшого количества команд в РПЛ есть возможность так сильно ротировать состав И при этом не потерять в результатах Это, конечно, не скажется на игре с факелом, не ждите Это будет опять тягомотная игра, в которую мы будем тяжело вкатываться И стараться переиграть соперника скорее на индивидуальном скилле футболистов А не на командной игре и какой-то общекомандной скорости Но в дальнейшем, в сентябре, в октябре Это точно будет давать нам преимущество в свежести и меньшем количестве травм, чем у соперников Хотя я, конечно, надеюсь, что с факелом мы все-таки не будем уже пропускать на первых минутах Пара фасон-морозов лично мне очень нравится И при нормальной поддержке опорников, при хорошей игре Лантратова Проблем возникнуть у нас не должно И самое главное, чего я жду от игры с факелом Чтобы период хорошей игры Лока, который с Рубином составил минут 10-15 А с Уралом уже 20-25, еще сильнее расширился Мы должны быстрее вкатиться в игру и чуть позже устать Это будет для меня хорошим сигналом, что команда находится на верном пути А так, ну, поздравляю всех с победой и с хорошим настроением Мы теперь ждем воскресенье и игру с Воронежским факелом После чего сможем немного передохнуть У нас будет неделя до игры с ЦСКА С вами был Тим Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам это видео понравилось И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok